Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия Такую помощь передали председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и сенатор России от Карачаева-Черкесии Крым-Казаноков. Фейки на фоне вакцинации от полиомилита. Консультант отдела охраны материнства детства Минздрава Карачаева-Черкесии Мадина Бастанова пояснила, требуется ли проведение дополнительной вакцинации детей, уже имеющих три инактивированные вакцины, и отправят ли эту категорию детей на дистанционное обучение. Вы знаете, в последние дни очень активно в различных мессенджерах у наших родителей стали появляться сообщения, в котором написано, буквально процитирую, прочитаю, Минздрав внес изменения в первоначальные указания. Теперь, если у ребенка были все прививки по графику, дополнительной вакцинации не требуется. Для уже привитых от полиомилита детей вакцинация не обязательна, но желательно, так как проявившийся в нашей республике вид болезни очень агрессивный и быстро распространяющийся, почему и назван диким. Вот именно то, что я сейчас прочитала, является недостоверной информацией, грубо говоря, фейком. Просьба не принимать во внимание вот это обращение со стороны Минздрава я объясню более подробно, о чем идет речь. На самом деле, туровая вакцинация не зависит от национального календаря прививок. То есть, независимо от того, сколько бы вы вакцин не сделали до этого момента от полиомилита, вы все равно подлежите вакцинации. Роспотребонадзором было вынесено решение о том, что если ребенок был привит три раза и более вакцина от полиомилита, то в школу или же в садик он посещать будет. То есть, разобщения не будет. А если он сделал менее двух или вообще не делал, то разобщения, естественно, будет. В республике заработали специальные медицинские чаты для помощи пациентам. Проект «Здравконтроль» реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора и Общественной палаты страны с использованием средств, представленных фондом президентских грантов. В мессенджере «Телеграмм» для жителей созданы медицинские чаты, в которых они смогут оставлять свои обращения и задавать справочные вопросы, а также получать ответы от представителей медицинских организаций в течение двух часов. В республике, в частности, созданы два медчата «Черкеска здоровья» и «Карачаево-Черкесия здоровья». В последних подключены все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в Черкесске. То есть, медорганизации, находящиеся в республиканской столице, будут отвечать на обращения граждан в чате «Черкеска здоровья». Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 8 до 20 часов с понедельника по субботу. А муфти Карачаево-Черкесия, председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмел Хаджибердиев призвал земляков не отказываться от вакцины от полиамилита. «В религии об этом говорится очень четко. Если ты знаешь, что это нужно делать и не делаешь, то ты становишься грешником. Почему? Потому что ты сознательно идешь на это. Человеку ведь сказано, что он сознательно делает и плохое, и хорошее, он за это должен отвечать. Вот то, что это плохое мы знаем, это мы не делаем, за это мы будем отвечать перед Всевышним Аллахом. Для этого есть наука, есть врачи, есть доктора, которые нам говорят, что надо делать, что не надо делать». Завершен ремонт берегоукрепительных сооружений общей протяженностью 3776 метров, расположенных на левом и правом берегах реки Шкакон в селе Джака Малокарачаевского района. Ремонт дам позволит защитить 1400 человек с домовладениями и приусадебными участками, проживающих на площади возможного затопления 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также находились школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и магазин. Предотвращенный ущерб от негативного воздействия ввод составляет более 1 миллиарда рублей. Высокогорный молодежный форум «Махар», который проводится в Карачаево-Черкесии с 2008 года, получил статус Всероссийского форума. Республика выиграла в конкурсе по отбору площадок для организации проведения федерального конкурса молодежных проектов, а также получения статуса федеральных окружных форумов. Об этом сообщил параректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Расул Динаев. В прошлом году, как окружная площадка грантовая, он состоялся в этом году, тоже при усилии Министерства по делам молодежи, при поддержке главы нашей республики, он приобрел всероссийский статус. Это значит, что грантовый фонд будет выше в этом году, география расширяется, вероятнее всего будет несколько смен. И он, получается, по сути, стал на один уровень с таким форумом, как Машук, всем известным и всеми любимым. На этой неделе планируем с Ибрагимом Татаркуловым, если получится, с главой еще пообщаться. Там, наверное, еще будут детали о том, какие новшества будут в форуме. Но в целом традиции форума сохранятся. Он пройдет под лозунгом «высокие горы, высокая нравственность». И для меня, как для одного из первых участников этого форума, это была, наверное, такая мечта – вывести Махар на тот же уровень, что и Машук, а то и выше, чтобы ребята со всей России смогли увидеть эти горы, звезды, озера, вдохнуть этот горный воздух и влюбиться точно так же, как и мы, в нашу Карачаево-Черкесию. В Республиканской филармонии состоялась презентация трех детских книг на карачаевском, черкесском и нагайском языках. Эти издания должны стать для юных читателей своеобразными проводниками в мир родной речи и литературы. Воплотить в жизни этот проект удалось благодаря поддержке Министерства по делам национальности и массовым коммуникациями печати Карачаева-Черкесии. Работали над сборниками специалисты Карачаева-Черкесского книжного издательства, учителя родных языков, а также ученые из Республиканского института гуманитарных исследований. Информацию комментирует министр по делам национальностей, массовым коммуникациями печати Республики Альберт Кумуков. Все эти книги уже направляются в школу, в районах, в детские учреждения, в библиотеке, для того, чтобы мы оставили свой след в сохранении родных языков народов Карачаева-Черкесии. Хочу отметить, что и в этом году мы продолжим работу по выпуску книг и наручению диабазинской книги для абазинских детей. И я уверен, что много еще интересного, а совместно с нашими коллегами, представителями научно-исследовательского института, преподавателями, учителями, представителями книжного издательства мы выпустим. Более 60 тысяч туристов приняли курорты Карачаевой-Черкесии за февральские выходные. С 23 по 26 февраля включительно курортный Домбай посетило 25 420 туристов. Всесезонный туристко-рекреационный комплекс Архыз – 36 833 человека. Абсолютный рекорд был поставлен в Архызе 24 февраля. В этот день курорт принял 11 700 гостей. Рассказал первый заместитель министра туризма и курортов республики Артем Овчинников. Курорты Карачаева-Черкесии традиционно пользуются большим спросом на февральские праздники. Так, номерной фонд был забит на 100% на обоих курортах региона. Самая высокая загрузка пришлась на 24 февраля, когда турпоток превысил даже новогодние показатели. В честь празднования Дня защитника Отечества было организовано большое количество развлекательных мероприятий, которые закономерно выступают как дополнительный инструмент привлечения туристов. Востребованы у туристов были также и другие туристические объекты Карачаева-Черкесской республики, в числе которых это Тибердийский национальный парк, туристический класс Ромендового водопада и другие точки притяжения региона. Учащиеся начального и общего уровня образования включатся в написание ВПР с 20 марта. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаевой-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении директора Гуманитарно-технологического колледжа. Он подозревается в совершении двух преступлений. Информацию комментирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Карачаевой-Черкесии Елена Марковская. Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных у частью 7 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть коммерческий подкуп. Следствием по материалам МВД по КЧР установлено, что в январе текущего года подозреваемый получил от жителя республики денежные средства за выдачу диплома о среднем профессиональном образовании без прохождения вступительных испытаний, фактического обучения и заключения Государственной экзаменационной комиссии. Кроме того, в рамках оперативных мероприятий был установлен аналогичный факт получения подозреваемым незаконного денежного вознаграждения за выдачу диплома с отличием по квалификации юрист местной жительницы в 2019 году. Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел проводят с подозреваемым необходимые следственные действия, продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается. Легкотлеты Черкеска вернулись из Краснодара с замечательными результатами. Ребята завоевали 4 медали на открытых краевых соревнованиях. Станислав Бельчинский завоевал золото в беге на 60 метров и бронзу в беге на такую же дистанцию, но с барьерами. Тимофей Несменов стал серебряным призером в беге на 60 метров с барьерами. А Кирилл Русаков получил бронзу в этой же дисциплине. Тренируют спортсменов Татьяна Подокова и Галина Бурняшева. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6-11 градусов. В горах местами до плюс 10. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность. В черкеске днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 9 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин